добрый день уважаемые коллеги мы продолжаем курс по методам мера науках и сейчас доктор любовь васильева доктор философии ибо васильева расскажет про методы регистрации движения глаз частности айтрекинг у человека или у животных тоже у человека у человека я хотела в начале лекции немножко рассказать о себе и своем научном опыте вот айтрекингом я занимаюсь всего около года и заведую установкой по айтрекингу центра коллективного пользования нашего института вот а до этого я развивалась как электрофизиолог животных и моя диссертация посвящена нейронам в нижней височной коре у обезьян вот и их реакциям на лица и другие социальные стимулы ну и айтрекинг в моей жизни до момента знакомства с установкой представлял исключительно практический практическое значение то есть и в эксперименте который я проводила мы отслеживали глаза обезьяны чтобы предъявлять видео предъявлять изображение в центре фове вот ну если вам пока непонятны эти слова то сейчас мы все это разберем и я объясню что это все значит собственно что такое айтрекинг по-русски это околография или ну я сама использую трекинг гораздо чаще и то же самое слышу от своих коллег околография происходит от латинского слова глаз и бреческого слова графа писать то есть это запись движений глаз в принципе давно известно что глаз человека совершает движение говорят что еще аристотель наблюдал эти самые движения вот я в этой небольшой хроники начну с французского исследователя луи миле жавале и он наблюдал за движениями глаз во время во время чтения и обратил внимание что все что вся что все движения глаз можно разделить на фиксации когда происходит короткая остановка и быстрые баллистические движения глаз собственно фиксации мы так до сих пор называем остановки мы называем фиксациями а быстрое движение глаз мы называем сакадами стоит отметить исследование нашего отечественного ученого альфреда ярбуса и его вклад заключается в том что он показал что рассматривание влияет на вернее подвержена 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 инструкции которую человек получает от экспериментатора то есть важно не только содержание самой картинки или ну содержание там зрительного окружения которое мы рассматриваем но и то с каким с какой задачей человек приходит в это в это окружении в семидесятые годы были очень популярны исследования чтения и были выдвинуты теории чтения восьмидесятые годы была выдвинута гипотеза глаза глаза сознания и говорит о том что мы смотрим туда куда куда направлено наше внимание и в двадцать первом веке айтрекинг наверное как многие области науки попал под влияние искусственного интеллекта и разработки искусственных нейронных сетей про это тоже немножко расскажу в своей лекции итак начнем мы с анатомии глазного яблока я надеюсь что что в целом эта тема вам знакома но чтобы мы договорились о общих терминах я еще раз повторюсь слайд я делала на английском но привожу и русские названия потому что иногда из английского совершенно непонятно как это назвать по-русски белая белая оболочка глаза называется склерой и по-английски и по-русски так наружная часть глаза покрыта роговицей за роговицей есть зрачок это то что мы видим черным радужка радужка дает цвет глаз тот который мы есть и по радужке там радужка может быть голубая серая или там бывают карии глаза и так далее за зрачком находится хрусталик это линза которая преломляет свет поступающий после этого на сетчатку и за счет изменения кривизны хрусталика мы получаем резкое изображение на сетчатке или не получаем если какие-то отклонения есть собственно управляет кривизной хрусталика это ресничная или целиарная мышца дальше за хрусталиком находится стекловидное тело и на задней стороне глаза задняя сторона глаза выстилается сетчаткой и нервные клетки сетчатки направляют свои отростки наружу и формирует оптический нерв зрительный вот так вот дальше чтобы двигать глазами нужны мышцы их у каждого глаза шесть всего очень легко запомнить четыре прямых и две косые собственно у глаза три степени свободы можно вращать глаз сверху вниз либо в горизонтальной плоскости справа налево и крутить вокруг зрительной оси здесь показаны все все мышцы которые двигают одним глазом и это это похоже левый глаз потому что латеральная прямая мышца мы видим ее с наружной стороны а медиальная внутри собственно четыре прямых они называются очень легко верхняя нижняя латеральная и медиальная медиальная ближе ближе к носу латеральная ближе к виску косые мышцы называются верхняя и нижняя коса особенность верхней косы в том что она подходит через блок это связка в кости формирующей глазницу и она также называется блоковая и нерв который ей управляет тоже называется блоковым вот собственно какие существуют методики регистрации движений глаз наверное наверное самое раннее это ну после наблюдения скажем так я сейчас буду говорить про объективные методики регистрации движений глаз и первое это электроокулографии электроды крепятся вокруг глаза и из-за того что глаз представляет собой собой диполь при его вращениях в глазнице меняется меняется электрический сигнал мы можем это отслеживать на записях если у вас если вы уже записывали ЭЭГ вы знаете что артефакты от движений глаз они хорошо видны на этой записи и иногда мешают потом есть другой метод регистрация с помощью металлического кольца в магнитном поле в чем заключается этот метод контактная линза которая которая в которой есть металлическое кольцо накладывается на глаз и за счет за счет того что перемещение глаза меняет магнитное поле мы можем записывать движение глаз этот метод считается наиболее точным и там даже превосходит по точности более современные методы но из-за инвазивности его не используют относительно инвазивности потому что контактная линза раздражает глаз и как бы здесь методическая картинка черно-белая если бы мы видели ее в цвете то мы бы видели красные сосуды на склере в общем приятного мало при том эта методика работает и у животных там она еще более инвазивна и просто имплантирует глаз под роговицу то есть ну нужна для работы с такой методикой нужна офтальмологическая операция на животном и видеоокулография это собственно тот метод на котором я сегодня сконцентрируюсь принцип довольно простой свет отражающийся от глаза регистрируется камерой и по этому изображению можно детектировать зрачок и после калибровки также детектируется движение взора и куда куда человек смотрит хочу сделать лирическое отступление и показать вам методику в которой пользовался альфред ярбус меня очень заинтересовала эта методика на данный момент на мой взгляд она имеет только историческое значение но как бы благодаря этой методике он смог сделать свои открытия внести вклад в науку два вида крепления присоски глазу то есть здесь вы уже видите роговицу зрачок хрусталик то есть это глаз смотрит наверх здесь тоже глаз это присоска с зеркальцем и луч падает на зеркальце и его отражение проецируется на на фотоплёнку и при движении глаз луч колеблется и можно видеть справа вот такие вот карты сканирования изображения вот ну хорошо что наши современные методы гораздо менее инвазивные вот и не требуют даже контакта с испытуемым справа я привожу картинки из работы ярбуса и здесь картина репина не ждали а справа реакция движение глаз человека при различных задачах то есть первое это движение глаз при свободном рассматривании а дальше человека просили оценить разные разные аспекты изображения и снова показывали ему картину здесь нужно было оценить там на следующем материальное положение семьи и там видно что человек смотрит на предметы в комнате может быть не столько на людей дальше ну если попросить оценить возраст людей на картине то наоборот внимание сконцентрировано на людях как бы взгляд падает на них что задали вопрос что семья делала пока 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 не пришел тот кого не ждали и там у нас новая появляется карта движение глаз ну и так далее то есть дальше запомнить одежду людей запомнить относительные относительное расположение людей в комнате и попробовать указать как долго отсутствовал человек ну собственно повторюсь там собственно вклад ярбуса состоит в том что им было показано не только важно не только важно на что мы смотрим но также важно с какой задачей или там с каким запросом мы приходим мы приходим к зрительному зрительному окружению ну теперь я буду рассказывать про видеоокулографию существует две технологии они называются технологии темного и светлого зрачка на слайде я привожу английские названия чтобы не путаться на левой картинке с глазом технология темного зрачка на правой технология светлого зрачка как можно видеть что зрачок темный и светлый чем они различаются здесь показано показано условное расположение камеры источника освещения и глаза если камера источник освещения располагаются примерно на одной и той же оси то свет от глаза будет отражаться обратно в камеру мы будем видеть белый зрачок если осветитель располагается не на оптической оси то он будет отражаться куда-то еще и зрачок будет темный также существует два типа видеоокулографов стационарные и портативные но стационарные удобен в том что человек садится перед экраном монитора ему можно показывать какие-то изображения и контролировать таким образом стимулы и обстановку которые которые существуют во время эксперимента портативные хороши тем что человека можно попросить ну проявлять более что ли сказать естественное поведение то есть можно его с такими очками выпустить например в магазин попросить его что-нибудь выбрать в этом магазине и или там попросить общаться ну то есть у обеих методик есть и свои плюсы и минусы очки записывают но ограничение очков в том что они имеют гораздо меньшую частоту дискретизации и время их работы ограничено ресурсами батареи которые можно встроить устройство у стационарных айтрекеров нет таких ограничений движение глаз какие они бывают две группы главных это быстрые движения глаз и медленные движения глаз среди медленных выделяют медленные прослеживающие движения и вергентные движения среди быстрых движений глаз сакады тремор и дрифт сакады это баллистические движения короткие тремор это колебание глаза вокруг точки фиксации и дрифт это отклонение глаза от точки фиксации я хочу показать вам структуры мозга которые отвечают за программирование движений глаз схема достаточно сложная хочу сконцентрировать ваше внимание вот на чем существуют подкорковые ядра в стволе мозга здесь они обозначены BSN которые управляют движениями глаз и собственно отправляют команды глазным мышцам при совершении движений глаз поступает обратная связь от сетчатки что изображение на сетчатке меняется дальше оно приходит в первичную зрительную кору и как-то на нервную систему на зрительную систему влияет вот самый базовый центр в программировании движений глаз это верхние холмики или верхние двуххолмия и они имеют прямые выходы на ядра ствола генератора саккад и также существуют области в каре больших полушарий которые влияют на которые могут управлять движениями глаз это дополнительная полифронтальная фронтальная фронтальное поле и в париетальной коре существует тоже поле которое запускает движение глаз зачем так сложно движение глаз бывают непроизвольные когда например человек переводит взор на объект просто который попал в его в его поле зрения и как бы такие движения глаз скорее всего запускаются в основном с верхнего двуххолма если движение глаз если например я хочу обратиться в теплане или меня просят на что-то посмотреть смотрите на слайд и вот на на такую команду движение глаз будет совершаться конечно при участии высших корковых отделов участвующих в программировании движений но как бы я хочу подчеркнуть что жирным выделена очень упрощенная схема и очень много других структур там в том числе мозжечок в том числе здесь написано что центральное черное вещество и так далее то есть много очень других структур которые участвуют и влияют на движение глаз но в том но как бы при этом можно держать в голове достаточно простую базовую схему сакады и фиксации как я уже сказала сакады это быстрые баллистические движения баллистические означает что сакада если она уже началась она будет совершена туда куда она была запрограммирована то есть в процессе сакады нет обратной связи но если допустим взор был переведен не совсем туда куда планировалось то естественно следующей сакадой он будет переведен куда нужно фиксации происходят между сакадами для того чтобы спроецировать зрительную на сетчатку участок зрительного окружения при этом фиксация это не стационарное положение взора а в том числе происходит происходит микродвижение в процессе на графике видно как происходит сакада и на изменяющейся положении мишени то есть позиция была одна потом мишень перескакивает другую позицию видно что была фиксация и взор переходит на новую позицию туда где мишень и график внизу справа также показывает как могут происходить фиксации сакады сакада происходит быстро скачкообразно и в процессе фиксации взор более или менее держится на постоянном положении ну как бы видно что при этом есть колебания что можно анализировать если мы записываем движение глаз ну первое что приходит на ум это просто проанализировать последовательность фиксации здесь предъявляли изображение сакады показаны синими палочками они происходили быстро между фиксациями между сакадами происходили фиксации они изображены красным причем кружки разного диаметра потому что фиксации различались по длительности если мы берем данные нескольких человек то гораздо удобнее смотреть на температурные карты и по ним делать выводы какие какие участки изображения вызвали наибольший интерес у тех людей которых мы протестировали ну как бы здесь на температурной карте показано красным участки наибольшего интереса серым те которые не были восприняты вообще а синим участки с наименьшим интересом и здесь в этом месте я хотела сказать про гипотезу который говорит о том что я говорил о не его введении и хочу сказать еще раз что в принципе взор следует за вниманием то есть то что мы то что мозг обрабатывает данный момент на то и направлен наш взор какие еще можно параметры смотреть при анализе при анализе данных хай-трекера можно обращать внимание на фиксации их количество их время разброс глэнс я честно говоря не знаю что это такое я не сталкивалась с этим термином до этой таблицы с сакады то что происходит между фиксациями длина сакад скорость сакад насколько они часто происходят время которое проведено в определенной области интереса если мы хотим если для нас важны разные части изображения и сравнить насколько одна или другая более привлекательна для человека то мы анализируем время проведенное взором в области интереса ну и так далее то есть там в том числе моргание и диаметр зрачка поэтому я еще вернусь какие существуют применения для айтрекинга ну в первую очередь это там нейромаркетинг анализ сайтов анализ поведения во время ведения машины там исследование чтения и на самом деле много других там не знаю поведения пилота во время управления самолетом их достаточно много здесь я показываю картинки про то как можно анализировать упаковку или там то есть предъявили несколько вариантов упаковки и смотрим какие какой вариант оказался более успешным это может быть важно для того чтобы выбрать более привлекательный вариант для своей упаковки но также чтобы 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 выбрать упаковку более более привлекательную чем у конкурентов также можно анализировать сайты и какие варианты какие части сайта более привлекательны точно ли люди видят рекламу которую мы даем и если говорить о прикладных значениях айтрекинга мне очень нравится направление применения айтрекинга в медицине на графике я показываю есть снимок оригинальный в середине снимок который посмотрели несколько студентов и при этом смогли правильно найти опухоль то есть разным цветом показаны показаны фиксации куда смотрел каждый из студентов вот вот на третьей картинке изображено как это делает профессионал то есть уже человек с большим опытом видно что студенты как правило долго рассматривают изображение и все-таки потом находят опухоль профессионал очень быстро обнаруживают опухоль то же самое про про кт легких и обнаружение опухоли на нем здесь первый первый снимок то как это делал профессиональный врач справа в середине то как осмотрели студенты которые смогли правильно найти опухоль а справа показана показана схема как как рассматривали снимок студенты которые не смогли найти правильно опухоль на снимке зачем я все это рассказываю существует направление которое решает задачу введения искусственного интеллекта в анализ таких снимков и собственно определить какие части изображения более важны для постановки диагноза это важно для того чтобы обучать нейронные сети на материале и в заключение про айтрекинг я хотела сказать про попелометрию это методика которая заключается в том чтобы измерять колебания диаметра зрачка основное что нужно знать про диаметр зрачка что он влияет на что он управляется вегетативной нервной системой и первое это управление диаметром зрачка в ответ на свет то есть если мы выходим из затененной комнаты на солнце зрачок сокращается и просвет зрачка снижается справа на картинке я показываю схему этого рефлекса в среднем мозге есть ядро Эдингера Вестфаля и сенсорное звено это оптический нерв через предоктальную область передает сигнал на ядро Эдингера Вестфаля и она отправляет команду на зрачок чтобы он сократился но помимо того что зрачок влияет на освещенность и на 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 количество света которое попадает в глаз есть разные другие реакции которые тоже могут быть например если ну вот например зрачок может реагировать на изменения в уровне бодрствования или эмоций людям показывали полуобнаженные изображения других людей и регистрировали есть ли изменения зрачка вот или предъявляли изображения взрослых и детей и смотрели изменяется ли диаметр зрачка в ответ на такие стимулы и вот выяснилось что у мужчин диаметр зрачка меняется только в ответ на женщин а у женщин и на мужчин и на детей потом например те стимулы которые люди считают приносящими им удовольствие они вызывают больше расслабление зрачка то есть здесь зрачок также подвержен обеим ветвям вегетативной нервной системы системы и симпатической и парасимпатической также есть исследование про то что слова которые мы слышим влияют на диаметр зрачка и там если если слова скажем так заряженные очень заряженные и не очень заряженные то может по-разному реагировать зрачок и если кто-то рядом как-то неприлично ругается то зрачок сузится также также есть исследование про то что зрачок диаметр зрачка реагирует на когнитивную нагрузку и если задача сложнее то зрачок расширяется и там недавнем исследовании было показано что что также зрачок реагирует при запоминании и при воспроизведении памяти и даже что можно предсказать насколько это запоминание будет успешно то есть выясняется что зрачок несмотря на то что основная его функция регулировать количество света попадающего на сетчатку он реагирует и на многие другие аспекты в том числе когнитивные которые на мой взгляд не очевидно связаны с количеством света и в заключение хочу рассказать про различные замены трекинга мне эта тема на самом деле очень нравится потому что как многие нас предупреждают что роботы скоро заменят многие профессии в общем я предпочитаю знать какую заменит ли робот мою профессию в ближайшем времени и ну есть определенные успехи есть такое есть такой продукт нейровижн собственно как он появился нейровижн это нейронная сеть которая была обучена на данных очень многих испытуемых там порядка 14 тысяч по-моему то есть за этим продуктом очень большая исследовательская работа проведена и это нейросеть она способна предсказывать насколько как будут как будет смотреть группа людей на определенные изображения здесь можно на самом деле порассуждать ну вот то что на картинке то что я на слайде показываю есть оригинальное изображение последний день Помпеи и есть такие варианты и варианты того какие данные выдают нейросеть есть температурная карта есть карта производная температурной участков которые на картине привлекли наибольшее внимание если по одному изображению ну и назначение этой штуки чтобы предсказать реакцию многих людей на различные изображения я немножко позволила себе побаловаться и дала нейросети вот этот сайт нашего института и помимо температурных карт о которых я говорила на предыдущем слайде он также считает когнитивную нагрузку которая вызывает изображение и понятность которую которая оценивается исходя из состава изображения ну и мы видим что сайт нашего института требует когнитивной нагрузки выше среднего и оправдывает себя я думаю ну и при этом понятность 50 на 50 вот и также нейровижн работает с видео это достаточно увлекательно а здесь я не смогу не смогу показать вам презентации или смогу сейчас посмотрим все таки он поведет меня поведет меня в браузер видно прекрасно собственно если загрузить не до сети в кусочек видео то она покажет температурные температурные карты по каждому кадру как бы это делали люди вот здесь у меня небольшой кусочек но на мой взгляд это достаточно увлекательно вот и также по каждому по каждому кадру можно оценить когнитивную нагрузку и понятность ну вот здесь я вам показала 15 секунд на видео трейлера за эти 15 секунд вот так вот меняется когнитивная нагрузка и понятность ну и я рассказала то что я хотела спасибо вам за внимание и я буду рада ответить на ваши вопросы